привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня я вам расскажу о своем новом хобби как вы знаете яхтинг это не единственное мое увлечение а человеком я являюсь увлекаемым если мне что-то понравилось я это всегда доведу до конца и сегодня мы с вами будем говорить о новом моем увлечение или о дронах ой не об этих и об этих с этим и тоже немножечко поговорим а я вам буду рассказывать про fpv дроны про маленькие дроны которые позволяют делать неимоверно крутые вещи но давайте к этому подойдем более детально я про это все вам расскажу и может быть у вас будет еще одно увлечение вашей жизни что такое fpv это first point view то есть вы не смотрите на дрон со стороны вы сидите внутри дрона ваши глаза эта камера на дроне и вы летаете видя все от первого лица совершенно другое управление совершенно другой подход более сложный но давайте к этому мы с вами подойдем чуть чуть детальней и я расскажу начнем с обычного дрона то есть который вы я думаю хорошо знаете как он работает у вас на джойстике есть управление один джойстик отвечает за высоту то есть вы дрон поднимаете там на какую-то высоту и он висит если вам нужно подвинуться вперед вы его наклоняете вперед он проезжает останавливается и висит как бы не дул ветер куда бы не пыталась его природа сместить он будет стараться держать свое положение по gps и время полета у этого дрона там 25-30 минут то есть достаточно долго может находиться в воздухе но эти дроны позволяют снимать красивые панорамные виды но этого у нас уже и так достаточно много а я хочу снимать вот так а а ну и для таких съемок вот такие дроны совершенно не подходят нужны другие дроны с другим управлением смотрите вот это вот не совсем тот дрон на который можно снимать красивые видео но это прекрасный дрон для того чтобы можно было натренировать свои навыки потому что управление отличается очень сильно пульт выглядит вот так если вы поднимаете этот джойстик который как вы видите вот так свободно болтается это ручка газа то есть когда вы поднимаете ручку газа дрон улетает вертикально вверх если эту ручку перемещать вправо-влево дрон будет вращаться вокруг своей оси но это не позволяет ему лететь вы можете подниматься только вверх и вниз а вот есть вот эта ручка вы наклоняете дрон вперед добавляете газу и он начинает лететь вперед если вы добавляете сильно газа он летит вперед и поднимается если чуть-чуть меньше газа он вперед и опускается если нужно вправо вы поворачиваете вправо и это 2 дает вам абсолютную свободу управления потому что вы можете крутить его вот так это дрон будет делать совершенно неимоверные вещи а если это синхронизировать с другим джойстиком и с ручкой газа получается вообще офигенная свобода это немного сложнее чем летать на обычном дроне вернее похожего с обычным дроном мало но тем не менее я вам расскажу сейчас всю историю от начала и до конца но начнем из того как я захотел купить этот дрон мне очень понравились видео которые снимаются на такой дрон и я решил добавить на свой youtube канал такой контент но как понять какой дрон подходит какой дрон не подходит какие пульты покупать и вообще там целая большая индустрия оказывается и в этом всем нужно разбираться как сделать так если я не хочу в этом разбираться соответственно пойти на форум и тебе что-то посоветуют и ты пойдешь и купишь что-нибудь готовое это была моя изначальная идея нихрена это так не работает короче вся эта индустрия находится на уровне 90-х годов вот такие уродливые пульты которые любые профессиональные дронисты скажут что только эти пульты самые правильные все остальное говно другие скажут нет пульты вот эти самые правильные а вот это у вас говно а вы сидите и не можете понять как в этих сортах разобраться какой другой какой пульт от дрона хороший какой плохой причем они еще отличаются всеми своими протоколами там crossfire фр sky там цифровые системы столько всего и самое ужасное что люди которые в этой индустрии находятся особенно в русскоговорящем сегменте как вы знаете по наверное другим форумом большинстве своем это такой большой чан с говном который кипит и как только вы к нему близко подойдете вы все будете забрызганные информацию в результате не получите вам расскажут что вы лошара и обольют миллион тоннами говна но это как бы особенности наверное постсоветского мира поэтому я в очередной раз попытался и в очередной раз убедился причем даже на уровне совета где это все купить не получилось я написал большой такой пост прямо свои мысли о том насколько индустрия находится в папе но об этом я расскажу немножко позже давайте теперь о хорошем есть англоязычные форумы которые реально нацелены на помощь людям и нету вот этого менторского тона в котором люди рассказывают слышали мальчик ты не летал с 1950 года на дроне что ты сюда пришел пошел нахрен отсюда с этого места и вот вот где-то в таком ключе это все и происходит а в англоязычных формах вы получаете супер квалифицированные мнения и люди вам подскажут расскажут без всяких издевок без всяких насмешек и главное что вы получаете информацию ту которая вам нужна и так я решил купить свой первый дрон но с небольшими корректировками первый дрон я решил взять тренировочный на нем научиться правильно хорошо летать а уже потом перейти на тот на котором можно классно снимать готовое решение сайт btfpv.com и или так как мы находимся в панаме то gtfpv.com американский регион все приходит моментально в течение недели вы можете все получить я немного перепутал и заказал в начале вот такой вот пульт прямо с бета fpv оказалось что он идет из китая и он шел ко мне ну прямо блин я не знаю месяц наверное если не больше ну и что же ко мне приехала кстати пульт и которые обычно идут для дронов это такие большие мне не так не нравятся кошмар я короче решил что я на больших летать не буду и буду ждать цифровую систему вот новая цифровая мне очень нравится пока вот такой вот красивый а-ля sony playstation офигенно короче пока я всем этим доволен большая ошибка дальше я все покупал на gtfpv.com и оттуда все приходит классно быстро удобно с хорошим сервисом в начале я решил купить пульт потому что его можно подключить к тренажеру который называется велосидрон и на нем отрабатывать все свои полеты все свои тренировочные техники что я и сделал я не могу сказать что это заняло у меня много времени на тренажере налетал и не знаю часа три наверное 4 запускаем симулятор велосидрон для этого нам нужно включить комп и активировать remote джойстик ну что он запускается компьютер старый запускается долго так тренироваться я буду сразу в акромод потому что потом это пригодится 5 все по новой как это делать как это вообще делать я так взлетаем взлетаем наклоняем вперед и прямо ненависть вызывает так ладно еще разок полетели полетели ай 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 как 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 это делать как этот дурацкий дрон как это ай 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 так тихо летим 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 прошел час ладно у меня уже получается тихо 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 я сделаю это я сделаю да все есть есть ай 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 все опять так а я понял надо взлететь повыше тогда есть больше места то ладно ничего там сложного нету в этом тренажере уже разобрался чтобы летать вообще еще важно вот я понял как что нужно делать очень важно правильно выставить угол камеры потому что если угол камеры стоит неправильно то вы просто не понимаете куда летать а так вообще на самом деле прикольная игра вот просто для взрослых компьютерная игрушка чуть-чуть неправильно стоит угол камеры и все уже потом очень тяжело на самом деле тренажер прикольная штука мне нравится офигенно просто поиграться просто вот сидишь и рубишься в игру такое как в детстве там ночами не спать красными глазами ну наверное просто надоест быстро между прочим в русскоязычных форумах мне сказали сколько чувак 20 часов ты может быть взлетишь а лучше налетай 100 часов а вот если ты 100 часов налетаешь туда может быть ты возьми свой дрон там и на нем полетай короче бета и в пиве а это между прочим приехал дрон вот такой вот он маленький на ладошку помещается класс ну я думаю что пришло время его запустить но только его нужно сначала привязать к пульту то есть сейчас я буду этим всем заниматься а еще в комплекте у нас идет провод отверточка и запасные пропеллеры винты ну что ж коробка офигенная все больше ничего нет ничего а у нас еще одна посылочка пришла раз ух ты зарядник и батарейки 4 штуки 4 батареечки не такие малюсенькие и так уродливо сделаны кошмар это одна ячейка 1 батарейки на 450 миллиампер часов но у них очень большой ток они могут выдавать ну прямо дофигища это кстати на самом деле вообще весь этот комплект достаточно дешевый но у него есть некоторое преимущество как для меня вот эта фронтальная часть с маски снимается внутри экран который я смогу использовать для камеры вот так вот разворачиваешь его к себе и там все видно что в камере потому что когда ты снимаешь там с метров пяти на маленьком экранчике камеры не видно ничего так ну и в комплекте здесь идет тряпочка переходник видео у него свой такой разъем потом питание от больших батареек дрона и две антенны которые вот так вот сюда накручиваются 1 и вот так вот 2 специалистов дронистов не слушайте вообще то есть люди которые в детстве наверное с кучей комплексов и не хотят никого пускать свой ограниченный мир королевского дронения и поэтому очень ревностно охраняют свои территории естественно в любом хобби есть люди адекватные есть люди неадекватные те которые адекватные их подавляющее большинство но те которые неадекватные их процент очень сильно решает собственно что будет в контенте тех форумов на которые вы приходите если скажем там в англоязычном мире из ста человек там 35 неадекватных то в условно постсоветских пространствах это процентов 20 и они про активные и количество реально большое и вот эти люди рассказывали сколько времени нужно на это потратить в общем был шит не слушайте вот вот этих вот больших специалистов и знатоков не надо столько времени вам на это не нужны месяца и годы тренировок вы можете сразу нормально летать сразу нормально снимать немножко тренировок немножко тренировок своего мозга потому что это принципе все мелкая моторика а это мозг и у вас будет все прикольно получаться а хобби реально классная просто в него нужно зайти красиво они так как я его ну что сейчас задача у нас стоит взять пульт и подвязать его собственно к нашему дрону я посмотрел уже видосик на ю тубе я думаю что тут все просто и понятно есть специальная приложу х которая используется для программации дронов я конечно физически пытался от этого всего максимально избавиться поэтому дрон готовый подключаем сюда это есть и из бишечка замигал красота а вот он здесь появился мы сейчас берем дрон вот его двигаем видите он здесь вот шевелится значит он подключен далее теперь нам нужно указать протокол данного пульта здесь делается очень просто вот кнопочка bind и зажимаем и включаем и вот у нас будет час раз мигнула два сейчас второй протокол то есть мануале нам нужен первый вот сейчас будет три потом будет 4 а нам нужен один об все это наш протокол тут в настройках идем вот сюда силой и вбиваем команду bind rx banding мод далее включаем пульт и теперь нажимаем просто кнопочку bind помигала включилась синеньким ну что проверяем идем в ресивер нажимаем сюда к ней ой извините нажимаем connect идем в ресивер и проверяем вот я двигаю стиками и вот здесь видно как они все реагируют ну все у нас дрон подвязан надо пробовать у нас есть вот батареечка мы ее сюда вставляем включаем мигает значит работает ну логично же но всяком случае пульт работает ну что пришло время после симулятора по-настоящему летать итак первый старт запускаемся и смотрим как оно будет дрон и отсюда он будет у нас лететь пульт все готов проверяем что такое ну блин все же работало о работает отлично ну что уже готов давайте дебют между прочим первый полет ну работает до пропеллеры запустились очень волнительно это такой момент когда вот и вроде в симуляторе летал а дальше что вот нужно летать ну давайте попробуем так ну что запускаем работает ну все полетели вау он быстрый прямо очень волнительно на симулятор похоже капец прямо сильно летает управление такое прямо как в симуляторе сильнее наклонил он полетел меньше наклонил прилетел блин офигенно прямо очень похоже конкретно похоже чем даже если куда-то врезался не страшно потому что с ним ничего не будет мне друзья которые летают говорили быть внимательным и смотреть чтобы голова не наклонялась очень хочется все время вот так вот голову наклонить типа нужно делать так чтобы голова была все время ровно а это хочется постоянно на наклонить ну что ж полетели вау время полета вот такого маленького дрона где-то около пяти минут главное себя в затылок не влупить этим дроном все ушатал где-то он упал только где теперь надо его найти нашелся включаем там вообще удивительно насколько вот этот маленький дрон дает эмоции прямо офигеть на самом деле первый полет для меня например от симулятора не отличается ничем вот если в симуляторе выбираешь такой же дрон а там симуляторе был похоже пипец просто берешь и летаешь но батарейки хватает там минуты на 4-5 но у меня их много я купил их там штук десять поэтому можно будет летать про большой дрон который я хочу купить себе на будущее я еще расскажу и вообще вам расскажу про весь путь по которой который я иду буду показывать может кто-то захочет приобщиться к этому хобби фух прямо эмоции распирают все не представляете насколько их много прямо адреналин блин я не думал что игрушка там до 200 долларов может давать такие эмоции прямо класс офигеть ну что показать вам как садится этот дрон вот так вот дрон летит 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 а потом вы ему просто отключаете питание и говорите дизарм он такой чпук над траву все посажено ну в общем вот так это все и происходит это офигенная игрушка кто хочет чего-то нового именно прикольных ощущений это я не просто рекомендую а прямо маст хэв за сумму там до 200 долларов вы получите игрушку на я не знаю там на полгода она вам не надо есть точно то есть это с точки зрения денег мира самая офигенная инвестиция именно в ничто но потом будет клевый дрон с помощью которого я вот сейчас учусь на вот этом всем таких дровишках летать а потом будет крутой дрон которым я буду снимать прямо офигенные видосы и у меня это все будет получаться потому что ничего сложного в этом нет напоследок вам хочу привести небольшой пример давайте сейчас я вам расскажу и сравню аудитории откуда получать информацию я сделал такой гневный пост в котором я описал все свои начинания и абсолютно непрофессиональный сервис которым я столкнулся и людьми с которыми я столкнулся кстати ссылочка будет в описании если хотите long read можете почитать там действительно много буков но мое отношение описано очень хорошо в ответ на это я начал получать естественно много говна которая также выливалась и на меня но самые проактивные и самые агрессивные комментаторы писали следующее чувак почему с тобой кто-то должен делиться знаниями мы эти знания добывали пошел нахрен отсюда я думаю ну ладно при этом вот у нас есть другой пример я захожу на англоязычный форум и здесь написано типа народ вы новички не стесняйтесь задавайте вопросы мы находимся здесь здесь люди которые много летают мы вам поможем не бывает глупых вопросов почему я должен делиться с вами своими знаниями ребята получайте эти знания мы готовы с вами делиться спрашивайте не стесняйтесь чувствуете разницу очень большая разница и этот же человек мне писал о том что мне нужно полечиться сходить врачу у него есть сестра которая по фейсбуку ставит диагноз и прочая муть и вот например такой вот вы видите сейчас типа ха-ха-ха чувак отправил свою жену купить ему дрон в украину это по ха-ха-ха очень смешно заходим к тарасику на страничку и смотрим кто же он мамочки является человеком который привозит и продает официально дроны диджай голова всеукраинской федерации владельцев беспилотников человек занимает официальную должность вместо того чтобы выслушать мнение человека который пришел в фпв и неудачно получил плохой сервис вместо того чтобы сделать выводы человек в агрессивной форме высказывает официальную позицию главы федерации беспилотников команд это нонсенс я считаю что рыба гниет с головы и на месте тарасика я бы наверное с этой должности максимально ушел быстро максимально ушел и оставил ее тем которые могут что-то менять и хотят что-то менять они застряли в своем средневековье поэтому как у нас говорят в яхтинге тарасик слезай с бочки и все таки болен здесь не я но вы справедливо можете отметить ну написал человек какую-то фигню что на это реагировать или отвечать на комменты каждого дурачка который будет писать какую-то чепуху с одной стороны да если бы это не подорвало корочку на гнойном прыщики суммарно под этими постами под этим постом который был расшарен в нескольких местах набралось порядка 500 комментов но самое страшное не это то что в комментах люди говорили в большинстве своем что до плохому сервису быть запрещено и категорически не согласны это еще полбеды мне в личку начали писать огромное количество людей которые сказали что они хотели прийти в это же хобби но столкнулись с этим дремучим подходом в результате кто-то пришел каким-то своим путем кто-то не пришел в это вообще забил потому что не захотел общаться и углубляться во весь этот трешечок и поблагодарили за то что я поднял такую серьезную тему о которой все молчали то есть проблема таки есть и проблема достаточно большая и я копнув туда попал на золотую жилу поэтому я призываю людей которые обеспечивают client-сервис следить за тем что они делают и как они это делают и пытаться улучшить сервис а люди которые занимают официальную позицию не имеют права высказывать во первых в таком ключе свое мнение а во вторых они должны заниматься тем чтобы улучшать сервисы они прикрывать вот это дно которое сейчас существует на рынке fpv с другой стороны эта ситуация и этот пост дала возможность познакомиться мне с огромным количеством клевых людей которые писали мне в личку предлагали свои знания и говорили что в этой индустрии все-таки большинство людей классных с которыми нужно и можно иметь дело друзья жму руку действительно это важно но мы не будем об этом больше вспоминать потому что говно есть говно в независимости от вида деятельности кто бы чем не занимался кто в украине занимается непрофессионально своей деятельностью я уже понял и я думаю что об этой ситуации тоже должны вы знать но тем не менее возвращаемся к хобби тренировки продолжаются я дальше летаю давайте посмотрим на второй день полета я буду делать вам такие вставочки по одной минутке чтобы было не скучно чтобы вы могли видеть как у меня это все развивается и как это все получается ну что полетели с утра я пошел по лесу летать увидели и оказывается здесь в марине есть большое fpv комьюнити например есть патрик поляк так он вообще их собирает и летает уже достаточно давно и много и еще один парнишка дэвид купил новый себе полный комплект цифровой диджай короче у нас собирается здесь нормальная тусовка кто бы мог подумать здесь такая тусня сейчас короче смотрите под реку на тенго ту батарея да надо при гунта мерда как дела дружи все порядке ну что полетаем посмотри какое место офигенная смотри овраги через которые можно вдоль летать поменял батарейку ну давай ракета даже не знаю как это быстро получается очень быстро пролетаешь а у детей тут свой дрон крэш в общем вот такая вот у нас тут тусня мамочки летает страшно прямо такой и все на самом деле летать не сложно просто нужно немножко навыков нужен такой дрон который не жалко разбить но я уже начинаю потихонечку смотреть вперед и думать какой же дрон какой же дрон я хочу для того чтобы снимать красивые видосики на данный момент я жду некоторых решений я хочу себе цифровую систему то есть чтобы качество было не такое как вы видите а чтобы можно было реально видеть куда ты летишь поиграться это одно но когда вам нужно снимать для дела совершенно другой подход поэтому я жду цифровую систему я хочу очки диджай которые выглядят вот так очень крутые с большим радиусом действия но есть проблема вот эти старые пульты которые я вам показывал я совершенно не хочу у диджая есть fpv пульт который выглядит ну чуть чуть получше чем это все старый трэш но в принципе ужасно тоже а вот новый диджай fpv дрон который вышел имеет офигенный пульт и вот такой я хочу но пока он работает только с диджай fpv дроном и я жду пока диджай отвяжет этот пульт и разрешит его использовать с другими цифровыми системами но почему мне не подходит диджай fpv может быть его все-таки купить но нет к сожалению условия где мы находимся вы видели кусты деревья и я хочу снимать например пролететь через мангры пролететь через джунгли к сожалению диджай fpv для этих целей не подходит и я его даже не рассматриваю как кто что мне действительно нужно под мои задачи панорамные виды которые вы видите у нас на наших роликах я снимаю с помощью обычного диджай мавика а вот какие-то красивые пролеты нырки и прочее прочее я хочу снимать через fpv дрон но хочу чтобы я видел куда я лечу они вот это вот баловство которое я вам сейчас показываю когда уже я реализую я сделаю еще один выпуск но я думаю что вы тогда уже все поймете из нового контента который будет на нашем канале ну что друзья наш не яхтенный выпуск а и выпуска хобби подошел к концу не забывайте пожалуйста подписаться все ссылочки на то что у меня в ролике я оставлю в описании ссылочку на мой опыт я тоже оставлю в описании если у вас есть какие-то вопросы пишите мне смело я не являюсь говно хранителям знаний все что знаю смело поделюсь это другие люди такие как тарасик они не в состоянии делиться с другими ко мне можете обращаться смело по этому вопросу все что знаю можете рассчитывать все до встречи уже на следующей неделе и пока и и и